нам всю дискотеку обещали колесики, я у него спрашивал, он говорил включу я вам колесики, включу я вам колесики, отъебись Йоу, хеллоу, привет, меня зовут Девил Шугар и добро пожаловать на мой канал Я думаю, что все прекрасно помнят мои видеоролики о Берти Драме И на самом-то деле они тут не все, я некоторые просто не доделал Но разговор здесь не о количестве видеороликов, а о том, что драма сама по себе вроде как должна закончиться Джек находится вдали от интернета уже очень длительное время Многие говорят, что за столь долгое время Джек умудрился измениться и до сих пор этим занимается Но ошметки от этой Берти Драмы остались до сих пор в интернете Под ошметками я называю других участников драмы, которые были то жертвами, то абьюзерами, то кем-то еще И сегодня речь пойдет об одном из таких вот ошметочков Знакомьтесь, это Химгатс, Юникорн Тирс 13 или же Фонтик, давно известная как Жертва Берти И до сих пор известная как Сильный Проблематик 22-23 год Фонтик, Химгатс или Юникорн Тирс 13 снова появляются в рантах, экспоузингах и не только Они поменяли свой никнейм на Малачи и не только Но давайте сразу разберемся, кто такие Фонтик, Химгатс и Юникорн Тирс 13 Для того, чтобы точно знать о ком мы сегодня будем говорить Фонтик Химгатс, Юникорн Тирс 13, жертва Берди, по сути одна из участников Берди Драмы Известная так же как и Берди, почти что наравне Они продолжили свою ютуб карьеру, бросив прошлый канал, который был связан напрямую с Берди Особенно с Драмой Из-за чего в дальнейшем Фонтик начали постепенно развиваться Как в рисовании, да и не только И даже умудрились появиться в коллабе с Сэшли Чаще всего Фонтик изображали как пошлого Мемориза тыкву Из-за чего она запомнилась именно оранжевым цветом Дальше Фонтик развивали свой второй канал, который в дальнейшем у них был довольно популярным Грубо говоря, Фонтик, в отличии от Джека, стали плыть по течению и двигаться дальше За что многие хвалили Фонтик, так как они сделали хороший шаг вперед До определенного времени, пока снова не попались на грабли Я выражусь как один из комментаторов под экспозингом Жертва абьюза стала абьюзером, как неожиданно Ну-с, давайте разберемся, что же не так Фонтик, Химгатс или Юникой Актер Стримации, больше известные как бывшие Бёрди Или сейчас известные как младшие Исполнил 17 в октябре 31-го Фонтик были захвачены за темой секстинга Но что же такое секстинг? Секстинг это, можно сказать, эротическая переписка Которая может считаться как и секс по телефону Но немножко похоже Считайте, что это Вирт Что также похоже по определению Причем все это происходило вместе с 13-летними людьми Они якобы встречались с этими 13-летними На что мать Химгатс говорила То, что они делают огромную ошибку И это выйдет боком На что был полный игнор Также Химгатс или же Юникой Актер Стримации Были частью True Crime Community в Твиттере Где они идеализировали одного из школьных стрелков Да, они создали себе буквально идола На которого якобы хотели равняться Также известно о том, что Фонтик или же Химгатс были на Dice Org Грубо говоря, в культе Dice Что является честной правдой Также у Фонтика были и другие некноимы Например, Малачи или же Мал Которые они использовали все время Или же, например, в Дискорде Мала Кайзо Также у них назывался канал на Ютубе Который был создан в январе 2021 Но канал был спрятан после того, как Фонтик признали грумером Одно из самых забавных фактов Это то, что Фонтик самостоятельно называли себя грумером Находили веселье в насилии и многих других вещах Репостили инцесты, занимались парашипингом Твиттер Химгатс был удален как раз таки из-за того, что они идеализировали одного из школьных стрелков Но в первый раз их твиттер пал из-за расизма Который, кстати, никуда не пропал у Фонтик Она продолжает кидаться энвордами и не только Также Фонтик или же Химгатс Пользовались такой ситуацией То, что они постили у себя в твиттере неприятные Буквально отвратительные твиты Упоминающие насилие и не только Причем это было на одном из его аккаунтов На другом он идеализировал как раз таки того стрелка Да, у них было два аккаунта Два приватных аккаунта Помимо того, в скринах, которые были предоставлены Можно также найти арты, которые были нарисованы Тому самому идеализированному челоку Челоку? Че? Ладно Чего, блядь? Да и кроме того, младшие хотя бы полились тем, что они рисовали даже венте Используя меморисоны Грубо говоря, меморизы или меморисоны Это персонажи, созданные на основе реальных людей Чаще всего эти персонажи силуэты С разных цветов Цвета которых, кстати, ассоциируются с человеком На основе которого был создан персонаж Да и помимо того, младшие сами заявляли о том, что они фонтик В любом случае они фонтик и так далее Также они часто упоминали бёрзи, которого давно уже нет в сети И даже рисовали и март Типа с днём рождения Да, они даже не боялись сообщить о том, что они бывшие бёрзи и так далее Наверное, это приносит им какое-то удовольствие Я не знаю Многие экспоузеры сообщают о том, что прямых сообщений о том, что был секстинг у них не было Но в любом случае они сообщают о том, что некоторые анонимные вопросы задают напрямую об этой ситуации Что довольно вопросительно Но о скриншотах попозже Некоторые и вовсе лгали о своём возрасте, говоря о том, что им 15 Для того, чтобы проверить, будет ли Мал продолжать говорить о сексуальных вещах Что они и продолжали делать Химгатс даже пытались поддержать Но что сами они решили сказать, что нет, я не могу себя защищать Да как так-то? Но Химгатс также говорили о том, что якобы Я не знали, мы не понимали это всё Что является на самом-то деле чистой ложью, я считаю Всё же, почему так вышло? На самом-то деле, потому что близкие Химгатс говорили им о том, что это далеко неправильно Как и их мать тоже говорила то же самое И это подтверждают люди Джоэл пытался проверить, будет ли Химгатс делать что-то плохое в сторону его Если он скажет, что ему 13 Что вышло тем самым богом, которым он хотел Химгатс этот возраст не остановил отнюдь совсем Из-за чего сексуальные действия действительно совершались по отношению к Джоэл Но вот неожиданно после всей этой ситуации Заявляется человек, у которого были скриншоты доказательства того, что действительно подобное происходило Я ведь уже говорил о том, что скриншотов не было Ну так вот, пожалуйста На скриншотах же говорится, что наши дорогие Химгатс моментально забавлялись всей этой темой грумерства И не только Вау, типа меня забавляет то, что меня считают грумером То, что 17 и 13 лет Ну и мы же начали встречаться то, что когда мне было 16 То есть я не грумер, вам показалось Постоянные неприятные пошлые шутки также выливались из арта Химгатс Да и еще несколько фраз вообще выбивают из колеи Я люблю Марвина, потому что я люблю грумить детей Я большой фан груминга и насилия Форси себя, как будто все это нормально Страхни своего брата и скажи ему, что это братская любовь Это довольно странно Также Фонтик прекрасно понимали то, что все это происходит И даже присылали порно! Ура! Как же дохуя Также Фонтик прекрасно признали прошипером Фонтик были подписаны на разные порно-аккаунты в твиттере Которые в дальнейшем репостили к себе Включая инцест, насилие и не только Также со стороны Фонтик были замечены манипулятивные нотки Если смотреть по скриншотам, то можно сказать о том, что Фонтик пытались манипулировать Этими самыми 13-летними, чтобы они говорили с ним постоянно На что Фонтик, когда их прижали, моментально вливает Ну а всем насрать Также с вас целая запись дискорда, где наши дорогие Фонтик говорят анворд Из самых последних новостей обо всей этой ситуации Можно сказать лишь то, что полиция занялась этим делом и начала расследование Многие комментаторы крайне удивлены подобным поведением Фонтик Раньше все считали Берти ужасным человеком и всячески поливали его грязью Как откуда ни возьмись, вылазит Фонтик И заявляет о том, что смотрите, какие мы крутые Не сказать бы, что Берти Драма до сих пор продолжается скрессиваться Это просто небольшие отростки, которые тянутся куда-то вглубь Химгат сами выбрали для себя такой путь и сейчас хорошо так отплачивают за это Но где же Берди? Берди долет интернета По крайней мере, его не видно вообще И сейчас драма от нас никак не зависит Моя работа просто сообщить и все Больше я ничего не способен Оставляйте свое мнение о драме в комментариях Так вы помогаете ролику продвигаться вперед Также не забывайте про наш телеграм, бусти и также некоторые другие социальные сети указаны в описании Я вас всех очень сильно люблю А с вами был Девил Шугар Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok